МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочешь глотнуть? Я уже наглотал. Сиди спокойно, не двигайся, а то морда выйдет кривая. Она у него и так видела. Сделай задумчивый взгляд. Да не надувайся так. Не надувайся. На, ты сознаешь какой-то исторический момент? Ага. Спереди или сзади запечатлеть? Спереди. А ты не боишься, что у всех в глазах будет двоицы? Ничего. Внимание. Готово. Вот это так. Высший класс. Лохмы торчат. Просто здорово. Причесатки на вас обоих. Только слишком благородно выглядишь. Нет, этот свой день рождения ты никогда не забудешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже в ушах звенит от этого тоста Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Чего вдруг эти ологи приказывают нам? Они просили, чтобы я им прислал своего лучшего работника. Ты не сердишься, что у тебя про Полотовск? Что ты? Я давно уже к этому привык. Вот за это я тебя и люблю. Ну ладно, поезжай в министерство, они там ждут. Ну, а я домой пообещал сегодня своим, что на яхте покатаю. Удачи тебе. Счастливого плавания. Счастливого плавания. Счастливого плавания. Благодарю. Ой, извините, я ошибся. Пожалуйста. Спасибо. Матсон исчез бесследно. В Будапеште. Десять дней назад. Десять дней. Но ведь это еще небольшой срок. Десять дней. Да. Это особый случай. Матсон уехал в Будапешт 22 июня. Он собирал материал кое-каких неполадках в их хозяйстве. А 25-го, то есть всего через три дня он должен был вернуться. Да-да. Может быть, он решил задержаться. Исключено. На вечер 25-го был запланирован его репортаж. Пришлось отменить. Просто невероятно. Матсон специализируется по Восточной Европе. Сам главный редактор, господин Эриксон, нам об этом сообщил. Да, но мне все-таки не очень ясно. Если бы с этим, ну, Альфом Матсоном что-то случилось, венгерские власти тут же со... Вы не знаете, что такое Автопрессон. Эта газета из себя изображает оплот либерализма. Между тем, наши отношения с Венгрией все улучшаются. И нельзя допустить скандала. Автопрессон уже подготовил статью об исчезновении Матсона. Я видел ее. И если они эту статью все-таки решат напечатать, то поверьте, это будет для нас катастрофой. Но мы все-таки уговорили их хотя бы до субботы подождать. А тем временем вы найдете Матсона. Так вот. А где его машина? Она в аэропорту до сих пор, на стоянке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В тот вечер был день его рождения, и он набрался. Скажите, а он вам случайно не говорил, что, возможно, на несколько дней задержится в Будапеште? Нет, мне не говорил. Но, может, кому и сказал. Вы инспектор Бек? Да, он самый. Добрый день. Я главный редактор. О, господин Эриксон, рад вас видеть. Надеюсь, мои работники инспектор смогли кое-чем помочь вам? Да, все у вас готовы мне помочь, кроме одного человека. Матсона. Я обещал пока ничего не печатать об этом деле. Но долго мы это не можем скрывать. Поймите меня правильно. Мне известна ваша позиция, господин Эриксон. А вы что можете мне рассказать? Ну, я столько выпил в тот день, ничего не помню. С трудом домой добрался. А вы уже видели Гуннерсона? Нет, а кто это? Он вроде отвозил Матсона в тот вечер. Они давние друзья. Господин Гуннерсон, я к вам. А кто вы? Инспектор Бекк из уголовной полиции. У меня несколько вопросов. О чем? Нам было бы удобнее поговорить наедине. Вы друг Альфа Матсона. Последний раз когда его видели? В день рождения. Мы отправились в ресторан. Альф, Айна, я, Молин и другие ребята. А потом вы отвезли его домой? Да, верно. Я у него статью свою забыл. А он ведь утром улетал в Будапешт. А он вам не говорил, что может задержаться в Венгрии по каким-то делам? Нет, ничего такого не говорил. И больше вы его не видели? Не видел. А не может это его исчезновение быть связанным с женой? Нет, не думаю. Они почти год не живут вместе. Хотя они развелись. И, честно говоря, отношения у них стали намного теплее. Что ж, случается? Матсон в Будапеште бывал часто. У него там были друзья? Мне он ничего не говорил. Да у репортеров их, пожалуй, не бывает. Наша общая беда. Айна вряд ли сможет вам помочь. У нее давно ничего общего с этим человеком. Мама, хватит. Прекрати. Прошу вас, не обращайте внимания. Бэк. Джейн, пойди поиграй в садик, ладно? Я потом за тобой приду. Мне надо поговорить с дядей. Джейн. Я тут буду играть. Не попризничай. Вы присаживайтесь, я сейчас. Хорошо. Мамочка, я хочу там играть. Ну, пожалуйста. Присаживайтесь. Благодарю. Что у вас с ухом? Это мы вчера дурачились, и Джейн у меня вырвала сережку. Вот негодница. Скажите мне, вы видели вашего мужа вечером накануне его отъезда в Венгрию? Мы с друзьями отмечали его день рождения. И вы именно там в последний раз видели его? Да, на стоянке в лунопарке у машины. Он меня к себе звал, но я поехала домой. Ага. Это было во сколько? В начале первого. И больше вы его не видели? Ну, я не удивилась. Я давно привыкла к его исчезновениям. Я слышал, что он много пьет. Да, это правда, инспектор. А ведь, когда он бывает трезвым, это замечательный человек. Но последние годы он почти все время пьет. Потому вы и разошлись. Ваш муж, как мне сказали, очень часто ездил в Венгрию по делам, так? Он вас брал в Будапешт? Нет, господин Бек, он ездил один. А скажите, были у него в Венгрии друзья или знакомые? Мне он не говорил, не знаю. А не могли бы вы объяснить, из-за чего вы поссорились в тот вечер? Я сказала, что пора развестись. Как будто более подходящие минуты подыскать не могла. Но вы и так в последнее время, насколько мне известно, жили отдельно. Да, это верно. Но мы не совсем разошлись. Хотели просто отдохнуть друг от друга. А теперь я поняла, что не вернусь. Ах, так. Ясно. Красивая вещь. Это вы сами сделали? Это моя работа. Я этим живу? Да. Вы думаете, случилось несчастье? С кем? Ну, с Альфом. Ничего пока не известно. Надеюсь, что нет. Но мы все выясним. Альфом. Я пришел. КОНЕЦ Вы свободны? Уже нет. КОНЕЦ Вы бэк? Да. Здравствуйте, я Ларсен. Второй секретарь шведского посольства. К сожалению, господин посол сегодня занят и не смог встретить вас сам. Есть какие-нибудь новости? Пока никаких. Прошу, инспектор. Матсон 23 июня в 9 утра вышел из отеля. Он отправился к господину Шошу, директору центрального рынка. А рынок в минутах в десяти ходьбы от отеля. Но он не пришел туда. Прошу. А почему вы не заявили об его исчезновении венгерским властям? Ну, знаете, его виза действительно еще пять дней, я думаю, пока нет смысла поднимать тревогу. А может, он куда-то уехал из Венгрии? Милый Мартин, сразу видно, что вы здесь раньше не бывали. Здесь вы не можете пересечь границу без паспорта. А паспорт Матсона, как и его вещи, до сих пор в гостинице. Мы продолжаем оплачивать его номер. Он снимал его всего лишь на три дня. Там все как было, увидите. Господин Бек, вам я снял номер в этой же гостинице. Думаю, так будет удобней. Пожалуйста, ваш паспорт. Я бы хотел жить в номере Матсона. И покажите мне его паспорт. Номер Матсона я могу вам предоставить только с его разрешения. А показывать паспорт вообще не имею права. Мы очень вас просим. Я обязан подчиняться правилам. Мадемуазель, посольство Швеции берет ответственность на себя. Закон нашей гостиницы удовлетворяет желания клиентов. Вот ключ от номера и паспорт. Благодарю вас. Игуса. Спасибо. И имейте в виду, Мартин. Вы здесь неофициально, так что будьте осторожны. Никаких необдуманных действий. Я постараюсь здесь быть тише воды ниже травы. Что-что? Ведите себя так, будто вы просто турист, друг Альфа Мацена, и все. И вот что я должен сказать вам еще. Господин посол просил, чтобы вы нас обо всем информировали, чтобы держали в курсе. А то вдруг дело примет политический оборот. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут надо осторожнее. Вы немец. Нет, швед. Кого-нибудь ищите? Директора рынка. К вашим услугам. Пойдемте. На днях у меня были два друга Матсона. Шведы? Нет, венгры. А кто такие, не знаю. Давайте выпьем. Абрикосовая водка лучшая в мире. Матсон направился к вам и куда-то исчез. Я его не видел. Да и какое мне до него дело? Может, ему надоело жить, и он бросился в Дунай? Или, может, он попал к мясникам, и они его смололи на колбасу? Такой специалист по восточным странам большего не заслуживает. Абрикосовая водка. Абрикосовая водка. Абрикосовая водка. Абрикосовая водка. Продолжение следует... 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 Вы у нас по делам? Я ищу своего знакомого, Альфа Матсона, который приехал к вам и исчез. Значит, вы здесь по службе. А виза написана турист? Да, верно. А виза написана турист? Что произошло? Все. Виза у этого вашего Матсона еще не кончилась. Наверное, влюбился в какую-нибудь знойную венгерку и скрывается кто-нибудь с ней. Почему вы так беспокоитесь? А вы не беспокоитесь. Тогда почему делали обыск в его номере? Ходили на рынок в Шошу? А теперь следите за каждым моим шагом. А сейчас будет вскрываться. Да вас нужно было бы просто выговаривать. Да сколько еще собираетесь пробыть у нас? У меня виза на месяц. Ладно. Ищите своего знакомого, если хотите. Господин майор, если в течение трех дней Матсон не появится, мое правительство вынуждено будет сделать официальное заявление. Да, понимаю. В это время я обычно пью кофе. Хотите? Господин Бек, я Кути, Портье. Здравствуйте, господин Кути. Вы хотели со мной поговорить? Присаживайтесь. Вам нравится наша кухня? Да, превосходная. Господин Кути, кажется, вы последний, кто видел Матсон в отеле. Вы не заметили ничего особенного? Нет. Он сдал ключ. Спросил, как пройти на рынок и ушел. Как он был одет? Довольно странно. На нем была желтая рубашка и зеленый пиджак. А в остальном он выглядел нормально. Простите, вы не знаете тюльпан? Это какое-то спортивное общество. Что? Говорят, там занимаются гимнастикой на ковре. Почему вы смеетесь? Гимнастикой? Что тут смешного? Тюльпан это вечернее кафе. Гимнастик. Субтитры делал DimaTorzok Пожалуйста, ваш сувенир. Прошу вас, венгерский сувенир. Благодарю. Вы американец? Нет, швед. А вы? Ари. Откуда вы знаете, как меня зовут? Мы с вами не знакомы. Мне о вас много рассказывал один мой друг. Кто? Альф Матсон. Я его не знаю. Вы познакомились в Мальмё, когда вы были на соревнованиях. В Мальмё? Не помню. Может, так вспомните? Нет, этого человека я никогда не видела. Две недели назад он прилетел в Будапешт. На утро второго дня вышел из гостиницы и... Исчез. Вы обращались в милицию? Да. Им ничего не известно. А вам? Мне тоже. А откуда он мог знать ваше имя? Понятия не имею. Надеюсь, вы найдете своего друга. Всего хорошего. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И создавал DimaTorzok Двердой за мене Субтитры создавал DimaTorzok Дивидель pegar Да тут уехал в машине Вы мне все больше и больше нравитесь. Лучше мы тут сами разберемся. Верно? Верно. Спасибо. Снова уеду к морю. Счастливец. Я не отдыхал три года. Кстати, как вы и просили, мы проверили все больницы и в Будапеште, и в окрестностях. Пока ничего. Правда, вчера нам сообщили, что в Дунае нашли труп мужчины. Рост 170, брюнет с бородой, возраст около 30. Матсон? Он 10 дней пробыл в воде. Вы можете опознать? Наверное, нет. Я видел его только на фотографиях. Тогда придется вызвать жену Матсона. Вы с ней знакомы? Видел вчера в тюльпане. Ну что ж, желаю хорошо провести время. Можно? Конечно. Вы живете в этой гостинице? Да. Какой сюрприз. А я здесь часто бываю. Вы нашли друга? Как его зовут? Альф Матсон. К сожалению, нет. Сочувствую. Ну, я рада, что мы встретились. Я тоже. Вчера я даже не спросила, как вас зовут. Мартин Бек. А меня Ари. Или Аранко. Да вы и так знаете. Что будем делать? Поговорим о погоде. Или о вашем купальнике. Или об Альфе Матсоне. Мой ключ, пожалуйста. Его здесь нет. Наверное, кто-то взял. Да, взяли. Я видел. Вам открыть горничную. Хорошо. Я так тебя ждал, а? Не фей. Не бойся. Меня никто не видел. Ты мне очень нравишься. Такой обаятельный. Одевайся и уходи. Извините, господин майор, что беспокоил вас. Что случилось? Мой номер обыскивали. Ну да, странно. Где что-нибудь пропало? Записная книжка. Скажите, эта длинноволосая девица не на вас работает? Ну что вы. Такие женщины бывают в каждой гостинице. Но зачем ей моя записная книжка? Скажите спасибо, что не пропало что-нибудь более ценное. Если хотите, можно об этом заявить. А что это даст? Здравствуйте. Извините, что заставил вас приехать. Но кроме вас, его здесь некому опознать. Да, я все понимаю, господин Дек. Какова причина смерти? Повреждение черепа. Его сбросили в воду уже мертвым. Продолжение следует... Это не Альф. Это не Альф. Это не он. Вы говорили, что у вас спрашивали о Матсоне двое. Один из них, очевидно, майор Слука. А кто второй мужчина? Да это была женщина. Лет двадцати. Длинные черные волосы. Рост средний, да? Вы ее знаете? Не стесняйтесь. Давайте выпьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вам нужно? Извините, мне очень нужна Ари. Аран Кабаги. Нет здесь никакой Ари. Меня прислал ее друг. Ничего не знаю. Если вы ее вдруг увидите, передайте, чтобы позвонила в гостиницу Геллерт. Мартину Бекку. У вас так просто лежат паспорта? А что? Еще ни один не пропал? Они у нас не могут пропасть? Можно майора Слуку? Что это за материал? Габардин. У вашего мужа был зеленый пиджак? Зеленый пиджак? Нет, такого пиджака у него раньше не было. Может, он его купил уже без меня? Не знаю. Ваш муж не привык стеснять себя в расходах? С собой он брал всегда много денег. Ну, согласитесь, на три дня это большая сумма. Зачем бы ему столько, а? Ну, мне непонятно. Да, а я надеялся. Я ведь вам уже сказала, инспектор. В свои дела он меня не посвящен. Алло, это вы, Ари? Зачем вы меня разыскивали? Чтобы сказать то, что еще не сказал венгерской милиции. Я уверен, что вы знали Матсона. Какие-нибудь известия об Альфе? Хорошо, в десять. Где? Зачем вы拉али? Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 А-а-а! Стойте! Будут стрелять! Стойте! Будут стрелять! Стойте! Будут стрелять! Стойте! Будут стрелять! Продолжение следует... 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 Это они убили Матсона. Вот тут-то и загвоздка. Контрабанду они признали, а что касается Матсона, отрицают. Ари заявила, что об исчезновении Матсона она знать ничего не знает. И вы ей верите? Она утверждает, что Матсон не приезжал в Будапешт. А почему она в этом уверена? Он ей не звонил. А раз не звонил, значит не приезжал. Женская логика. Дайте мой счет. Госпожа Матсон еще здесь? Нет, утром улетела. Вы говорили, что Матсон был какой-то странный, когда выходил из гостиницы. А почему вам так показалось? Ну как же, господин Бек? Он сдал ключ, спросил, далеко ли центральный рынок, а потом пошел к выходу, будь то слепой. Вот так. Матсон! 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 Господин Бек! Как вы догадались, что в гостинице пропал паспорт? Чей он был? Одного американца. Приметы. 36 лет. Рост 170. Брюнет с бородой. Имя Джоффри Боу. Кто-нибудь выезжал из Будафешта по этому паспорту? Что? Жаль, что мы с вами встречались лишь по служебным делам. Счастливого пути! Приезжайте еще! КОНЕЦ Давай теперь быстренько на остров, к своим домочадцам. Дело Матсона еще надо закончить. Ну, это безнадежно. Убьешь только весь отпуск. Скажи, а Стенстром выудил что-нибудь у собутыльников Матсона? Вот тут их показания. Можешь сам поглядеть. Одно и то же твердя. Стенстром с ними всю неделю возился. Установил, когда Матсон ложился, когда вставал. Выяснил, какую зубную пасту он больше всего любил. В каком магазине он покупал туфли. Одним словом, выяснил все, кроме того, что он был связан с наркотиками. Болван он этот Стенстром. Даже не спросил, во что Матсон был тот вечер одет. Ты где-то взял? У фотографа из Афтон Прессен. Он в тот вечер снимал в Луна-парке. Там Альфу Матсону сделали тогда портрет и напечатали его на майке. В этой майке он щеголял весь вечер. Леонард, ты единственный во всей Швеции полицейский, у которого голова соображает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мартин, привет! Каким ветром тебя к нам занесло? Послушай, мне нужно узнать, не произошло ли чего-нибудь необычного в ночь с 22 на 23 июня. У нас вроде затишье. Ничего интересного давно уже не было. Хочешь кофе? Нет. А это что? А это позвонили Соскаровичине. Там какая-то машина закрыла проезд. Дорожные дела. Когда звонили? В час ночи. А с каких-то пор уголовка теперь стала такими пустяками заниматься? Кто звонил? Не записано. А про машину все записано? Марка, номер? И этого нет. Вы чем тут занимаетесь? Не волнуйся, сейчас все выясним. Кристиансон, Квант, быстро ко мне. Здрасте. Это вы дежурили на патрульной машине в ночь с 22 на 23 июня? Я не знаю. Проверь по журналу. Так трудно сказать. Вы дежурили, я уже проверял. В ту ночь звонили из старого района, что какая-то машина закрыла въезд в гараж. Что это была за машина? Мы туда прибыли, а ее нет. Это точно. Куда же она девалась? В журнале отмечено, что вы прибыли сразу же после звонка. Конечно. Здесь всего минут 20 езды. Подождите, я вроде вспомнил. Там на углу стояла одна машина, но совсем не у гаража. Ясно. Отлично. А вот инспектор спрашивает у меня о том, какой марки эта машина. Вы выписали штраф, я вас спрашиваю. Где копия квитанции? Черт побери, вы что своих обязанностей не знаете? Значит так. Ну ладно, чего теперь скрывать. Мы туда приехали, и тут вдруг пошел дождь. И Кристианссон говорит, давай подождем. Врешь. Это ведь ты? Ты сказал, зачем это нам мохнуть под дождем? Давай-ка лучше пока объедем весь участок. А на меня сваливаешь. Но понимаете, мы снова вернулись. Прошло около часа, а этой машины уже не было. Она куда-то исчезла. Исчезла. Ослы. Но вы нам можете хоть что-то о ней рассказать. Марка, цвет. Форд это был темно-зеленый. Неправда. Это была Вольво синяя. Ладно, можете быть свободны. Так, так. Этой майки здесь нет. Я и в ванной посмотрел, тоже нет. Может он взял ее с собой в Будапешт? Нет, Леонард. Вот список вещей. Там ее тоже не оказалось. Из отеля он уходил не в ней. Тогда куда же исчезла? Эта майка с портретом. Извините, ради бога, что опять вас беспокоен. Ничего, господин Брэк. Я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Вы не помните, во сколько в ту ночь вы вернулись домой? Мне трудно сказать. Мы расстались в начале первого. Ну вот, примерно в час ночи. Точно? Не позже? Нет. Ну, а свидетели есть? Свери нет. Мама спать уже легла. А в следующие два дня вы были дома? Дома. А в пятницу мы поехали к Гуннерсену. Ага. К Гуннерсену. Да, по просьбе Джейн. Угу. Он ведь живет не в Стокгольме, а в рыбацком поселке. Девочке там очень нравится. Мама! Смотри, какая я красивая! Ой, мама! Мама! Ты смотри, я совсем как взрослая. Вот только вторую сережку не нашла. Где она? А то с одной некрасивая. Ничего, найдем Джейн. Ну, что там у тебя с коллегами Матсона? У них у всех алиби есть? Да, и, можно сказать, железные. Только один человек меня беспокоит. Кто? Гуннерсен. Кто-кто? Гуннерсен. Он утверждает, что все эти дни был у себя в рыбацком поселке. Какую-то срочную статью писал или что-то в этом роде. Но это не проверишь. Правда, к нему в четверг вечером приезжал Корн. Четверг? М-м-м. Матсон вышел из отеля. Тоже в четверг. И если он улетел сразу же рейсом 9.55, то в 3 мог быть дома. Ты уже прибыл? Тебе что, никогда не говорили, что прежде чем войти, нужно постучаться? Извини. Тебе тут звонил какой-то слух из Будапешта, но я не знал, что ты уже вернулся. Он что-то просил передать? Ага, я записал. Черт. Он говорил о каком-то Джоффри Боле. Было плохо слышно, помехи толком не понял. Джоффри Бол? Это еще кто такой? Джоффри Бол, американец. 23 июня кто-то украл его паспорт и улетел с ним в Вену. Каким, Рейсон? Не знаю. 9.50? Ну, шеф, ты сам дьявол. Точно угадал. Ну и балован. Нашел время для розыгрыша. Это, может, все решает, идиот. А ну, возьми свои слова. Сейчас обоих выгоню. Спасибо, вы нам очень помогли. О, Айна, привет. Прошу вас. Не кажется вам, что здесь чего-то не хватает? Нет. Извините. Да. Гуннерсон? Так. Значит, подтвердилось? Ага. Ты все выяснил? Хорошо. Возьми ордер на обыск и подожди меня. Значит, вы уверены, что здесь ничего не пропало? Да, я уверена. Странно. А вот Моллин говорит, что пропала хрустальная ваза. Она стояла здесь на столе. Он говорит, что вы купили ее в Венеции, когда ездили в свадебное путешествие. М? Неужели не помните? Господин инспектор. Ну, что скажете? Это та самая машина, которая стояла здесь на углу и мешала проезду. Хорошо, вы свободны. Слушаюсь. Ну, кто оказался прав? Ну, ладно тебе, ты сам всегда все путаешь. Ну, литра из-за. Ну, видите, какая история. Вы в ту ночь между часом и часом тридцатью здесь видели вашу машину. М? Я хочу знать, как все это было. Из парка я поехала не к себе домой, а к нему. Я поняла, что напрасно в такой день заговорила о разводе. Я не хотела, чтобы Альф улетал в дурном настроении. И что он? Он стал приставать ко мне. И вы сдались? Нет. Для этого он был очень пьян. Почему вы молчали об этом до сих пор? Что, разве это связано с его исчезновением в Будапеште? Милая моя, ваш муж и не уезжал в Будапешт. А что здесь происходит? Эта развалюха идет на слом. А пока нашим пожарным позволили здесь потренироваться. Смотри, вот в этом доме на верхнем этаже квартира Гуннерсона. А, на верхнем этаже квартир, Эта развалясь идет на слом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мартин! А? Посмотри, что я нашел. Я же говорил, что он наркоман. И, наверное, порошок ему Матсон поставлял. Объясни, Мартин. А как ты догадался, что человек, который был в Будапеште, это вовсе не Матсон? Очень просто. Некоторые несущественные мелочи, на которые я не обращал внимания, вдруг мне все объяснили. Вот, к примеру, этот лже-Матсон. Хоть и был в очках, налетел на стеклянную дверь. Все понятно. Он плохо видел чужих очках. Ну, конечно. А вот при чем здесь Джоффри Болл и его паспорт? А как же? Гоннерсон не мог воспользоваться своим паспортом. Не было визы. И он украл чужой. Ну, а паспорт Матсона оставил в гостинице, чтобы все думали, что тот исчез в Будапеште. А подожди, там пожарные тренируются, ты сказал? Минутку. Так, значит, они сначала поджигают, потом тушат. Ага, дурацкое занятие. Наверное, будут здесь торчать, пока дом не спалят дотла. У них каждый день эти учения? Нет, только по средам и пятницам. Послушай, Мартин, а ведь день рождения Матсона был... Матсона был... Матсона был... Добрый день, Гоннерсон. Давайте сядем. Мне кажется, вы давно ждали, что мы придем. 22 и 23 июня вы были в Будапеште, верно? Позвольте, я налью стакан воды. Я видел там пиво в холодильнике. Сейчас принесу. Я признаюсь. Ну, вот и отлично. Я отвез Матсона домой. Во сколько это было? Где-то в половине первого. Я не за рукописью к нему заехал. А зачем? Вот за этим. Чтобы у него взять новую порцию. Играет музыка. Не понимаю сам, как все произошло. Альф мне не хотел давать порошок. Все просил, чтобы я остался до утра, проводил его на самолет, потом полез драться. И тут вы ударили его хрустальной базой. Да, она попалась мне под руку. Он упал, я испугался. Надо было заявить, но кто бы мне поверил, хотя я защищался, это правда, инспектор. Потом? Я не знал, что делать. Я увидел на полу его очки. На столе лежал билет на самолет и паспорт. Собранный чемодан стоял. Я посмотрел в зеркало и надел эти очки. Слушай, ты! Ну да, не постучался, знаю. Опять забыл, извини. Все, порядок. И жену Мацана уже доставили. Хорошо, я скоро к вам спущусь. Окей. Паспорт Джоффри Болла. Я его взял и решил сразу улететь в Вену. В туалете аэропорта я его разорвал и спустил в унитаз. Я сломался ногти и... Довольно, оставьте эти подробности, они излишни. Меня интересует вот что. Как со всем этим связано госпожа Матсона? Никак. Вы вместе с ней тогда были у Матсона? Из-за вас она собиралась развестись с мужем? Что? С чего вы взяли? Вы говорили, что ударили его, защищаясь. А госпожа Матсон утверждает, что он был пьян и сильно в ту ночь. Зачем тогда защищаться? Вы же его сильнее. И, инспектор, я ведь сразу вам сказал, что во всем признаюсь. Ну, так что же вы еще от меня хотите? Ничего. Потом поговорим. А сейчас пройдете с нами. Субтитры сделал DimaTorzok У вас не открывалась со скрипом Дверца шкафа? Дверца шкафа? Гостиница в Будапеште В номере Альфа В вашем, нашем номере Открывался И самая ужасная ночь Я едва с ума не сошел Я ее закрепил носком А вот я Я не додумался Подождите минутку Опустите Опустите Выходит, это Матсон Вырвал у вас сережку Это вышло случайно Я Я не хотела Не хотела убивать его Ну, не ломайся, Айна Не трогай меня, уйди Отпусти Отпусти меня Боже мой Подонок Ух Айна Ну подъезд Айна 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 Ну подьёдь Айна А Гундерсон был там? Он меня на улице ждал В моей машине Я ему во всем призналась Он мне хотел помочь А мне жаль эту жену Матсон Дурацкая история Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok